Здравствуйте! И сейчас мы с нашим небольшим летним путешествием выбрались в Мотовильхинский район, местечко, которое известно как Рябинов мост или улица Гайдара. С такой протяженной дамбы там ведет небольшой знак, и если углубиться сюда, то попадаем в довольно интересное место. Примечательно оно прежде всего тем, что хотя выглядит как какой-то лесопарк или настоящая природная зона, тем не менее здесь вполне легко можно встретить синантропные, даже культурные виды растений. Вот, например, вот такой товарищ, аквилегия или водосбор, он же из семейства Лютиковые, то есть, да, это родственник тех самых желтеньких лютиков, к которым мы привыкли. И вот как раз это растение синантропное, то есть оно часто встречается рядом с человеком, введено в культуру, и, в общем-то, садоводы, многие его знают, что достаточно всего лишь посеять немного семян, и, да, он тут поднимается. Тут же по соседству мы видим представителей рода чина. Тут до вида я сейчас сходу в поле не установлю, я не такой уж хороший ботаник, честно, вообще плохой. При этом здесь же встречаются хвощи, как теневыносливые растения, и при этом здесь же мы можем постречаться с вот таким характерным по форме листиком. Вот она. А если мы этот листик немножко надорвем, помнем в руках, то почувствуем запах смородины. Да, это, скорее всего, смородина, сбежавшая из садов культурных, и ставшая, по сути, диким растением. Вот как раз такие растения, которые обычно живут, значит, рядом с человеком, но потом убегают в дикую природу, обычно называются инвазивными видами, или видами вторженцами, особенно если ранее они в этих местах не произрастали. Вот, ну и кроме этого, здесь мы можем познакомиться с хвощами, и уже хорошо знакомый нам с нытью, которая очень красиво слетет. Вот он, какой радостный, шапочка у нее. Отлично. Ну, тоже время нарвать небольшой, потому что выпусок, но аккуратненький букет, чтобы дома разобраться. Еще что мы такое видели? Вот здесь как раз очень хорошо виден цветущий, с цветочками чернильного цвета, от Велегия Ульгарис, то есть обыкновенная ульгарная дождь. На самом деле симпатичная. Еще одно название водосбор, а рядом с ней, скорее всего, одичавшая малина. В общем, явно тут следы присутствия человека, и многие из этих растений когда-то, возможно, или их предки, жили у кого-то в саду, а сейчас сбежали и стали дикими жителями, которых мы здесь наблюдаем. Возможно, со временем следы этого сотрутся, но пока все хорошо заметно. Неподалеку здесь, видимо, были Мичуринские сады, и вот как раз это наследство от них. Малина всякая. Так, кто тут у нас с резным листиком? Очень симпатичной формы. Достаточно его понюхать. Это еще одна полынь. Ого, кто тут у нас? Дикая клубника. Ее легко узнать по характерной форме цветка. Она на соплоде. Будущая ягода клубничная, у которой плоды, как известно, не совсем ягоды, а орешки маленькие. Вот как раз то, что противно хрустит на зубах. Кому-то нравится. Улитка, улитка, высунирожки. Кажется, она нами брезгует. Но она высунула. Главное правильно попросить. Здравствуй, папоротник. Остается предположить, что это папоротник орляк. И можно вот так вот аккуратненько перевернуть у него листовую пластинку. Кстати, листья у папоротника это не то же самое, что листья у других растений. У, собственно, двудольных, однодольных и прочих цветковых. У папоротников нет цветов и нет в нашем понимании листьев. Листья папоротников называются вайя. Во множественном числе вайи. И вот на обратной стороне этих самых вай располагаются вот такие, по сути, коробочки со спорами. Вот они как раз здесь. Собрание этих коробочек называется сорус. И вот как раз на обратной стороне вайи у папоротника можно найти сорусы с спорами. При этом, как все наверняка знают, что цветков у папоротника не бывает. И вот скоро, 24 июня, отмечают ночь Ивана Купала. По поверьям, в это время как раз ходили искать цветок папоротника в лесу. Считал, что он типа все клады открывает. Ну, в общем, это такое замечательное в своей непродуктивности занятие. Процесс веселый, результата ноль. Потому что не бывает у них цветочечков. Ну, то есть сорусы, ирисы. Здесь живут ирисы, сбежавшие с садоводческих участков. Явно ирис, скорее всего, японский. И что он здесь делает? Живет сам по себе. Он сбежал из зоопарка, как говорится. Сразу видно, что это, несмотря на то, что со стороны вроде птички летают, и, в общем-то, среда выглядит очень даже природной, я бы даже сказала, дикой. А здесь явно и невооруженным взглядом видно воздействие человека. Вот так, ирисы. А, это чей такой кружевной листочек? Вполне возможно, что это дельфиниум. Тоже довольно распространенное среди садоводов растение. Ну что же, тоже возьмем, уточним, проверим, может все-таки не он. Так, только его тяжеловато без ножниц, тогда справитесь. Путешествуем дальше. Желтая, словно солнышко, небольшая поросль, тоже представители рода лютик или ранункулюс. Все знают семейство лютиковой еще со школы, или не знают, это оно в учебниках. Но это, в общем, одно из немногих семейств растений, которые довольно рано запоминаются. Здесь растет еще одна смородина. При этом, если вот так вот взять ее листочечек, понюхать. У нее более травянистый запах. Возможно, это другой сорт смородины, то есть там, скорее всего, по запаху более насыщенному, как мне кажется, была черная, а это больше на красную похоже. Хотя, естественно, без ягод я могу ошибаться. Здесь, на речке Уинки, раньше были Мичуринские сады, и это заметно. Вот, например, очень характерная облепиха встроилась в пейзаж. Глядя на такие пейзажи, сразу вспоминаются фильмы BBC, вроде World After Human, Мир после человека, или что-нибудь вроде Доктор Стоун, и сразу думается, как природа поглощает то, что было завезено человеком. Мы уже знакомы с манжеткой, которая напоминает манжету рукава, и мы как раз видим, как она в природе занимается тем, что улавливает воду, ее листья совершенно не смачиваются, поэтому любая дождинка-росинка остается на листе. Помню, как мы в детстве с товарищами играли, занимались тем, что пытались сорвать эту самую манжетку и выпить с нее капельку дождя, не расплескав. Здесь, надо бы заметить, очень чистое место рядом с рекой Уинка, и спасибо волонтерам. Но время от времени на деревьях встречаются вот такие искусственные гнездовья, у которых, правда, зачастую очень много ошибок и при разведке, и при изготовлении, зато вот Product Placement на корпусе. Конкретно это явно горе-хвосточник, то есть искусственное гнездовье, предназначенное для птички горе-хвостки, очень симпатичный, с ярким хвостиком, но при этом повешено оно явно слишком низко, слишком сильно наклоненной вот этой вот щелью прилеточной, ну и кроме этого, слишком близко к дороге. Все-таки птицы не любят, когда их тревожат, поэтому ничего удивительного, что когда мы туда заглянули внутрь, там ничего, к сожалению, нету. Но в целом, да, птиц здесь достаточно много, так что, если вы повесите правильно, она достаточно в большой высоте, ровненько, и лучше, если что-нибудь сделанное своими руками, то вполне возможно, что какие-нибудь птицы это оценят. Развешивать искусственные гнездовья лучше в конце марта, начале апреля, то есть тогда, когда еще лежит снег, и еще не прилетели перелетные птицы. Это важно, чтобы, условно говоря, будущий дом успел немножко выветриться, не пахнуть человеком и не тревожить птиц. В тени Ирги замечательного, вкусного растения раскинулась табличка «Мост рябиновый через речку Уинку». Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо волонтерам, которые поддерживают эту экологическую тропу в порядке, своими силами, и передать большой привет и еще раз спасибо краеведу Милане Федоровой, которая нам тут встретилась и которая тоже любезно поделилась своими знаниями. Большое вам спасибо! Это здесь скачет, похожий на воробья. Вроде на воробья похоже, но если поглядеть, то видно, что перья на спине рыжего цвета, ярко-ярко-рыжего. Так что, вполне возможно, это вам не воробей какой-нибудь, а горе-хвостка. Скорее всего, детеныш, недавно слетевший. С родительского гнезда. Он какой глупый. Качет толстый. Горе-хвостки, птички мелкие, но крайне полезны именно тем, что они поедают всяких вредителей, в общем, как многие воробьиные птицы. И да, горе-хвосток легко различить. У них действительно, даже у малышей хвост прям горит, рыжеватенький. Представители рода асока или карок. А семейство у них асоковые или корициды. Все, наверное, помнят крошку енота, которого мама как раз послала, да, нарвать сладкой асоки к обеду. И как он встретился со своим отражением в пруду, и что из этого вышло. А из этого вышла песня от улыбки «Танец всем светлей». А, да, но у меня, правда, с асокой скорее другая ассоциация. Я вспоминаю, что она мне как раз попалась на третьем курсе на экзамене по ботанике по растениям. Ну ничего, экзамен дала на пятерку, правда, все равно ничего не помню из него. Как мне объяснила Милана Федорова, вот эта штука называется «портомойка». Потому что в стародревние времена в таких «портомойках» действительно стирали одежду. И здесь еще есть вот такая вот настоящая пробка, которая позволяет слить воду. Невероятно интересно. Интересно, за сколько времени он снова наберется. Классно! Прикольная штука. Где-то там еще говорили камень из пермского периода. Во время путешествия по речке Уинки нам встретились два замечательных молодых человека, которые ремонтировали упавшую с дерева кормушку. Привет им, ребята! И они как раз поинтересовались, что это за большой белый куст с ярко-пахнущими цветами. Это не жасмин, как можно было бы подумать. Это то, что называется ложный жасмин или чубушник. Он как раз распространен в садах и в городских посадках. Да, он по запаху напоминает тот самый жасмин, но есть один нюанс, он более морозостойкий по сравнению с настоящим жасмином и гораздо более распространенный. Итак, мы добрались до истока речки Уинка, а значит, наше путешествие пока заканчивается. Зато здесь есть полиозой, есть огромное дерево, сделанное из скворечников. То, что мы добыли во время нашего путешествия, мы, видимо, будем определять уже в следующем видео. Поэтому оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь в группу Музей Пермских Древностей, да, подписывайтесь на наш канал, путешествуйте по городу, открывайте для себя что-нибудь новенькое, совершайте экспедиции и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok